МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Танковые войска сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление. За проявленный отвагу и героизм битвы под Курском более 100 тысяч солдат, офицеров и генералов Красной армии было награждено орденами и медалями. 180 особо отличившихся воинов удостоились звания Героя Советского Союза. По информации председателя новгородской организации ветеранов Юрия Левкова на территории областного центра проживают 4 участника Курской битвы, а всего в Великом Новгороде участников боевых действий Великой Отечественной войны 342 человека. Цель встречи – сохранить память о подвиге русских солдат на Курской дуге. Губернатор Сергей Митин посетил с рабочим визитом в Боровический район. Глава региона проинспектировал ход строительства Центра культурного развития, а также провел встречу с населением. Возведение Центра идет полным ходом, а ведь еще недавно ДК рисковал превратиться в долгострой из-за недобросовестных подрядчиков. Главе региона пришлось провести ряд встреч с представителями Минкульта, чтобы перенести федеральные средства на нынешний год. Радуюсь, что работы идут, в общем-то, интенсивно, хотя, конечно, расслабляться еще рано, потому что работы много. Но надеемся в ближайшую неделю сдать скульптурно-оздоровительный комплекс в Акуловке. Но и остается вот еще сложный комплекс. Сейчас там идут конкурсные процедуры. ФОКО на Псковской, Великом Новгороде. Но технология позволяет нам надеяться, что мы до конца года его сдадим. И вот Дом культуры здесь, в Боровичах. Вот это три таких социальных объекта. На встрече с жителями района губернатор сообщил, что в следующем году здесь запланировано возведение нового терапевтического корпуса районной больницы. В свою очередь, боровичане обратились с просьбами по развитию спортивных площадок, и этому вопросу решено дать развитие. Кроме того, возможно, в 2017-м в Боровичах начнут строить и новую школу, но при условии, что муниципалитет в ближайшее время сделает необходимый проект. Также на встрече говорили о ремонте дорог, организации автобусного движения, обеспечении школьными учебниками. Все вопросы взяты на контроль правительством области и администрации района. На горячую линию нашего телеканала 603080 поступает обращение новгородцев, занимающихся в клубах Центра культуры и досуга имени Васильева. Вопросы возникли после недавней публикации интернет-агентства «Регнум», в которой вновь была поднята тема формы собственности учреждения. Сообщение с громким заголовком «Коллектив ДК боится потерять здание» появилось на следующий день после визита в центр губернатора Сергея Митина и мэра Юрия Бобрышева. В ходе него действительно обсуждалась необходимость привлечения для ремонта путевого дворца федерального финансирования. Но это совершенно не означает, что здание передадут в федеральную или иную собственность. Я могу официально заявить, что никаких вопросов решения, проработки вопроса о передаче этого здания ни в государственную собственность, ни в федеральную собственность, таких помыслов нет. Сегодня здесь заканчиваются работы по отделке наружных откосов. Ранее были заменены окна, отремонтирована кровля. Масштабного ремонта требует фасад здания, и не в самом лучшем состоянии находится прилегающая территория. Муниципальных и областных средств на все просто не хватит, поэтому губернатор дал задачу администрации города составить проектно-сметную документацию, чтобы можно было принять участие в федеральной программе. Как исполняющий обязанности директора могу официально заявить, что никаких разговоров о передаче нашего учреждения из муниципальной в областную или федеральную собственность нет. И они абсолютно беспочвены. Более того, на сегодняшний день помещение Центра культуры полностью готово к творческому сезону. В различных клубах и секциях здесь уже занимается более тысяча человек разного возраста. Новгородские автомобилисты могут оценить качество ремонтных работ на Сырковском шоссе в Великом Новгороде. Подрядчик ТРЕС-2 выполнил задачу даже с опережением. Работу выполнили наши новгородские люди, то есть ТРЕС-2, которые работают новгородцы. То есть мы выполняли работы ранее в других регионах, на севере. Сегодня мы работаем уже и дома. Посмотрите сами, какая дорога. Гарантийные обязательства 5 лет. Мы не сомневаемся в своей работе. Дорога будет хорошо стоять. При нормальной эксплуатации проблем не будет. Губернатор Сергей Митин высоко оценил результат ремонта. При этом глава региона подчеркнул, что качество ремонта дорожного покрытия напрямую зависит от системного контроля и грамотного построения отношений между структурами, ответственными за состояние дорог. Ну, конечно, самый строгий судья – народный глаз. Новгородские водители по достоинству оценили качество нового асфальта. Очень хорошее. Мы довольны. Я доволен, допустим. Отлично понравилось. Добавим, что совсем скоро ТРЕС-2 приступит к реконструкции улицы Нехинская. В общественном транспорте Великого Новгорода стартовал социально-просветительский проект «Мобильная библиотека». Это совместный проект автобусного парка, Кремлевской библиотеки и крупного российского сотового оператора. На борту транспорта виртуальный книжный шкаф, на полках которого не обычные книги, а их изображения с QR-кодами. С помощью специального приложения, сканирующего код, буквально в один клик понравившаяся книга окажется в вашем смартфоне или планшете. Пока стартовали только три считающих транспорта. Это автобусы под номером 4 и 5, а также троллейбус под номером 2. В будущем планируется расширить количество маршрутов. Как будут развиваться события, расскажут мои коллеги в дневных выпусках новостей. Удачного понедельника и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова